Владимир Юрьевич Судьба – неразумная и непостижимая совокупность всех событий, которые влияют на бытие человека. Ох, как интересно. Любовь, любовь, ты опять витаешь в облаках? Я жду тебя в офисе, есть работа. Судьба – я слышу тебя. Я, как всегда, витаю в облаках и распыляю на людей себя, ведь я же любовь. Да, конечно, я уже лечу к тебе, жди. Любовь. Чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Любовь выступает важнейшим субъективным индикатором счастья. Расчет, расчет, вызываю на связь. Расчет, куда тебя вновь завела нелегкая кривая? Я жду тебя в офисе. Расчет. Просчитывает все и везде, особенно в материальном плане. Любовь уже в пути. Ха-ха-ха! Какие суммы! Все надо успеть рассчитать, подсчитать. Главное же в жизни что? А-а-а! Расчет. Без расчета никуда. А вы верите, что есть настоящая любовь? А-а-а! Все в жизни решают только деньги. Опять меня зовет эта судьба. Но я же на седьмом уровне неба. Придется сприкаться. Ну ладно, припасу несколько тысяч евро и узнаю, что там происходит на самом деле. Судьба, ты звала меня? Доброе утро, моя внезапная. Да, я очень жду тебя. Тебя очень нужна твоя помощь. И кто же эти счастливчики? Давай дождемся, когда расчет соизволит прибыть на место и вместе все узнаем. Ха-ха-ха! Да я уже здесь! Ну что, что заработка? Я думаю, денежная, а? Работа стандартная. Объединяем одинокие сердца. Расчет у тебя, как всегда, одинокие сердца. Ах, кто же мне, любовь, запудрила всем свои мозги? Запудрила? А? А без денег ты куда? Людям нужна любовь. Да не нужна твоя любовь, людям нужен расчет. Ребятам не спорте. Работаем по стандартной схеме. Без вас обоих отношения неполновценны и невозможны. Доброе утро, уважаемые телезрители. Это рубрика «Соцопрос» и я ее ведущая Олеся Кириллова. К сожалению, в наше время в социуме очень распространена проблема одиночества. И как же бороться с этим чувством? Давайте спросим у обычных прохожих. Когда вы испытывали чувство одиночества, что вы ощущали эмоционально? У меня вроде не было таких ситуаций, чтобы я испытывала чувство одиночества. Это недостаток внимания, может быть. Может быть, сама что-то не делала. Первые четыре часа плохо, потом хорошо. А вот если все-таки человек испытал это чувство одиночества, вот как с ним бороться, как вы думаете? Ну, это надо найти себе друга. Тогда не будет одиночества и будет все нормально. Нужно больше быть на людях. Нужно как-то себя реализовать. Нужно, в общем-то, ходить в какие-то кружки, петь. В общем, заниматься любимыми делами. Да, ну я не знаю. Хобби, мне кажется, это все. Да. Потому что это восполняет недостаток людей вокруг тебя. Ты занята чем-то, голова работает. Ну, я думаю, так. Это нужно занять себя. Нужно себе поставить какую-то цель. То есть не зацикливаться на этом своем одиночестве. Мне кажется, дела – это самая лучшая борьба от одиночества. Надо заняться каким-то любимым делом, чтобы отвлечься. Найти хороших друзей, девушку, мальчика, чтобы они развлекались почаще. Ну, наверное, думать о том, что все равно возле тебя кто-то близкий, есть человек родной. Также твоя семья. Не обязательно там любимый человек. Также родители. Все равно кто-то есть рядом. Смотреть на жизнь, наверное, веселее. Скорее всего, как можно смотреть. Я думаю, такого не должно быть, чтобы чувствовали, что они одиночные. Всегда надо в семье обручить. Ну, опять же, надо в себя дойти, прежде всего. Но потом в свою вторую половину. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, лучше испытывать чувство неразделенной любви или чувство одиночества? Любовь, она никогда и никому не мешала. Любить нужно людей, любить нужно детей, любить нужно весь мир. Любовь – это и есть любовь. Ой, даже тут трудно сказать неразделенная любовь или одиночество. И то, и то она вроде как одна. Ну, в одиночестве человек тоже может быть счастлив, потому что он может реализовать себя в разных аспектах. Он может просто уехать даже в лес, побродить, в одиночестве полить. Это тоже хорошо. Может музыку шикарную послушать, пойти. Пойдет в филармонию, послушает музыку, например, и кого-то может встретить. Если это касается, конечно, определенного человека. То лучше безответная любовь. А вот что бы вы, может быть, пожелали или, может, спели песни, рассказали стихотворения людям одиноким, которые нас смотрят? Ну, не заострять свою проблему на одиночестве. То есть стараться, во-первых, нужно все равно выпустить это чувство, ну, например, там, с какими-то, ну, с друзьями, там, с близкими людьми, ну, какие есть. Желание найти там того, чего они хотят, там, чтобы, ну, радовались, не грустили даже в такую погоду. Я желаю всем быть счастливыми, здоровыми и найти свою вторую половинку. Ну, здоровье, самое главное, быть счастливыми, не забывать старых людей, мам, пап. Пока живут, удачи. А пожелание найти свою половину, свою еще любовь. А у вас есть вторая половинка? Да. А вы можете на камеру признаться в любви своей второй половинке? Да, могу. О, Александр, я тебя очень люблю, ценю и уважаю. У меня беда. У меня он умер уже как полгода. Простите, пожалуйста, нас, простите. Ничего страшного. Спасибо вам большое. Живите, любите, радуйтесь, каждому дню радуйтесь, каждой минутке. Потому что это нам дается вот как дар с небес. И мы от силашнего не уйдем. Дорогой мой, я тебя, мы уже с ним 45 лет вместе любила и люблю. Миша, я тебя очень сильно люблю. Ну что ж, друзья, вот мы с вами и узнали, как быть счастливыми и не оставаться одинокими. Любите друг друга. Пока. Давайте посмотрим на прецедентов. Ну давай. Всем привет, меня зовут Настя. Всю свою осмысленную жизнь я занимаюсь любимым делом. У меня есть друзья, мечты, планы, любимая работа. Но иногда бывает одиноко. Как же я хочу влюбиться. Мне есть что подарить и чем поделиться. Я уже научилась быть счастливой одна. И теперь мечтаю научиться счастью вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда душа поет, делай погромче и танцуй. Доброе утро, дорогие телезрители. С вами я, Ольга Дзо, и наше суперреалити-шоу «Избавься от лишнего». И сегодня мы в гостях у профессионального хореографа-постановщика, у арт-директора собственной школы танцев и просто у очень красивой девушки Аллы Зиминой. Доброе утро, Аллочка. Доброе утро. Скажи, пожалуйста, могут ли танцы стать верным помощником в борьбе с лишним весом? Да, конечно, безусловно. Танцы – это хорошая аэробная нагрузка на весь организм. Также учеными было доказано, что во время занятия танцами укрепляется сердечная мышца. Какими лучше танцами заниматься при снижении веса? На самом деле разницы нет. Любые танцы способствуют снижению веса. Ответьте еще, пожалуйста, на такой вопрос. Как занятия танцами влияют на общий эмоциональный фон и настроение человека? Безусловно, настроение улучшается, эмоции также становятся лучше. Один час занятия танцами повышает настроение ровно настолько, сколько вы съели бы, например, плитку шоколада или две плитки шоколада. То есть танцы – это, безусловно, хорошие эмоции для человека. Ну тогда чего же мы ждем? Мои девочки готовы, переоделись. Ты проведешь нам муниципальную тренировку? Да, конечно, давайте приступим. Начнем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наша сегодняшняя тренировка прошла невероятно красочно, ярко, весело. Мы очень сильно зарядились положительными эмоциями. Аллочка, спасибо тебе, моя красавица. Спасибо, что уделила нам время. Девочки, делитесь впечатлениями. Я хочу сказать спасибо проекту «Избавься от лишнего» за возможность узнать различные сферы похудения, не только как фитнес, но и танцы. Тоже очень круто можно заниматься, радоваться и худеть. Я хочу поблагодарить вас, Алла, за сегодняшнее утро. Было очень хорошо. Спасибо вам. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами ровно на неделю. Если вы хотите присоединиться к нашей веселой и дружной компании, звоните по телефону, указанному на экране, или ищите меня в соцсетях. До новых волнующих встреч! Пока! Добрый день! Добрый день! Вы на бизнес-ланч? Да! Вас кто-то ждет? Нет! Вы будете кушать один? К сожалению, я буду в опытащи в полном одиночестве. Очень жаль, прошу к столу. Добрый день! Дорогие друзья, это рубрика «Мир экстрасенсов». Все тайное становится явным. И тема нашей сегодняшней передаче, как вы уже поняли, одиночество. Что же сделать так, чтобы наши сердца обрели любовь и счастье? Спросим у наших экспертов. И сегодня первый гость, наш гость студии. Привет, Вадим. Привет, Сергей. Скажи, какая форма одиночества тебя не устраивает? Что бы ты хотел поменять? Хотелось бы уже в конце концов построить долгосрочные отношения, чтобы лакать конкретику и определенность. То есть ты хочешь семью? Да. Ну, и мы сейчас обратимся за помощью к нашим экспертам. Вот смотрите, проблемы у вас в честь психологического характера, магических воздействий я здесь не вижу. А психологический аспект здесь 100%. Причем по обоим раскладам. Готовы ли вы вообще к серьезным таким-то взаимоотношениям? Слушайте, ну для вас ведь тяжело. Вы же не очень умеете их строить. Вы же чувствуете себя дискомфортно. Вы все время пытаетесь быть правильным. Опять же, вот страх измен. Страх, что не получится. Страх того, что какой-то третий человек возник. Возник. То есть, вот. Ну, сначала нужно принять себя, как человека, да, и понять, а с каким человеком вам будет комфортно. Потому что вы пытаетесь соответствовать ожиданиям, соответствовать каким-то вот, там, я не знаю, каким-то там нормам, там, нормам, да, которые приняты в обществе. Но у вас диссонанс из-за этого. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, рубрика «Время экстрасенсов» мы продолжаем. И сегодня, еще раз повторюсь, тема наша – это одиночество. Почему 98% населения земного шара считают себя одинокими? Одинокими в личной жизни, одинокими в толпе. Ну, и сейчас мы спросим у нашего эксперта по экстрасенсорике Татьяны. Татьяна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему мы сегодня приехали именно на мост? Потому что мост – это мистическое место. Мост всегда олицетворял собой переход. Переход на другой берег, переход в иной мир, переход от плохой жизни к хорошей, переход от одиночества к счастливой семейной жизни. А чем это может спасти людей, страдающих одиночеством? Ну, если грамотно и правильно провести ритуал, то потеряете одиночество, оставите его на столом берегу. Скажите, а ритуал грамотно сделается именно на мосту? Нет, для этого мы сейчас спустимся под мост, где река, и ритуал проведем там. Ну что же, вперед! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Татьяна, я сейчас воочию посмотрел ритуал, и мне вот интересует вопрос, да? Во-первых, я такого не видел, очень интересно, хотя давно общаюсь с экстрасенсами. Скажите, и нонсенс такой определенный, почему вы проводили ритуал на одиночество без человека? Ну, потому что ритуалы не всегда безопасны для человека могут быть. Была составлена специально под определенную у человека ироническая вязь от одиночества, написано имя, дата рождения, и с этим можно также работать. Скажите, а почему мы все это отпустили, вот на воду, и туда глубоко, далеко, далеко? Ну, как вначале мы с вами говорили, что мост – это мистическое место, переход от одной реальности к другой. Поэтому также по воде мы от одного берега к другому пустили уход от одиночества, к счастливой семейной жизни. Татьяна, ну и вы, как эксперт по экстрасенсорике, можете обратиться к одиноким людям с какими-то советами, либо, ну, как-то помочь им? Я бы хотела вам сказать, как бы вы скептически не относились к магии, но если у вас продолжительное время, не получается найти свою вторую половиночку, создать семью. Дорогие друзья, а это была рубрика «Время экстрасенсов», и сегодня мы рассматривали тему одиночества. Ну, а выводы делать только вам. Увидимся в следующее воскресенье в 11 утра. За помощью к экстрасенсу Татьяне Жмакиной звоните по телефону в Самаре 922-53-83, 922-53-83. Записаться на прием к специалисту Ларисе Василенко вы можете по телефону 8 937 172 58 11. Более подробная информация на сайте samaralogos.ru Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Как я жил без них все это время Запах твоих волос объединяет И дурманики Мне кажется, я влюбляюсь Я почти люблю тебя. Эй, чертовка любовь натворила тут своих дел. Ля мур ту жур. Деньги, деньги главное. Подумай, сколько ты на нее будешь тратить. Маникюр, педикюр, платье, клубы, путешествие, портофино. Подумай, будь один, будь один, у тебя будет больше денег. Не нужна она тебе, не нужна она тебе. Я настоящий мужчина, я все рассчитал, мы справимся. Уважаемые телезрители, сегодня с нашим психологом, профессором, заведующим кафедрой психологии Константином Сергеевичем Лисецким, мы поговорим на тему, которая волнует очень многих, на тему одиночества. Доброе утро, Константин Сергеевич. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, насколько часто за профессиональной помощью к психологу обращаются люди с проблемой одиночества? Болезнь ли это? И если да, то есть ли от нее средства? Очень часто. Последнее время чаще. Видимо, какая-то такая вот атмосфера жизненная усложняется. Дело в том, что есть чудесная фраза Маркиса. Это уединение без любви, это одиночество. Каковы основные причины одиночества современных людей? Основные причины одиночества современных людей – это обиды, это разочарование и это злость. На кого? Злость на собственное разочарование, на самом деле. Понимаете, вот ребенок, когда совсем маленький, он знакомится с удивительным чувством. Это бескорыстная любовь родителей. И потом он всю жизнь эту идеальную модель и разыскивает в своих партнерах, и требует, чтобы они его долюбливали. Но поскольку нужно долюбливать друг друга, не все к этому готовы. И поэтому вот это вот разочарование в идеале, оно ведь построено каким образом? Ты, говорит, мой идеал. Но если ты меня разочаруешь, как идеал, я тебя уничтожу. Эта модель больше применима к женщинам или к мужчинам? Эта модель, наверное, применима и к тем, и к другим. И даже к мужчинам, наверное, больше, потому что все-таки у женщин есть такие природные свойства для самоотдачи. А у мужчин их нет, их мама должна обучить этому, отдавать себя. Правильно ли я вас поняла, что мужчины более одиноки, чем женщины? Я думаю, что да. Я думаю, что правильно, потому что все-таки, когда девочка маленькая расстраивается, она бежит к маме. Мальчик расстраивается, он бежит к маме. Но когда они взрослеют, то девочка идет к подружкам. А мальчик с товарищами свои расстройства не обсуждает. И в этом плане ему, конечно, тяжелее. Какие профессиональные советы вы даете людям, которые обращаются к вам с проблемой одиночества? В первую очередь, есть такая изумительная фраза, которая говорит, что счастье – это когда тебя понимают. Но для того, чтобы тебя начали понимать, нужно сначала начинать понимать себя. Поэтому счастье – это когда себя понимают, а потом еще и тебя понимают. Вот это, наверное, самое важное, с чего нужно начинать. И все-таки всегда это ожидания, которые ударяются о выдуманный идеал, это та самая боль одиночества и источник обиды, который преодолевать потом очень трудно. Потому что вот та самая любовь в каждом, она есть, но закрытая вот этим чувством обиженного, она не выходит. И люди очень плохо открывают сердце друг к другу. Поэтому необходимо учиться открывать свое сердце. Есть три пути. Первый путь в совместной жизни – это терпеть муки. Второй путь – это быть в одиночестве. И третий путь – это учиться, развиваться и строить взаимные отношения. Других нет. Константин Сергеевич, очень часто люди, испытав негативный опыт в личных отношениях, потом боятся открываться новым партнером. Стоит с этим бороться? Ну, бороться с этим, конечно, не стоит, потому что бороться с собой – это пытаться обыграть себя и выиграть при этом. Это, наверное, самое нелепое, что вообще может быть. Хотя борьба принимает на себя негативные эмоции и кажется, что это как-то помогает. С другой стороны, человек, не переживший одиночество, наверное, он не готов к настоящей любви. Если взять белый лист, на нем нарисовать черную точку и показывать людям и спрашивать, что здесь, и все будут замечать черную точку и не будут замечать вот этот белый фон. На самом деле, каждый человек, у него огромный белый фон, и вот когда научится замечать не только черные точки, всем станет гораздо легче и одиночества не будет. Спасибо. По моей базе данных, через полгода у Анастасии и Артема будет свадьба. У них родятся двое прекрасных ребятишек, и судьба их будет счастливая. Все-таки любовь взяла вверх расчет. Посмотрим, что может случиться через год, через два и через три. И куда же денется эта любовь, и останется только расчет. Ребята, не забывайте, что с судьбой не поспоришь. А теперь у меня к вам личная просьба. Это не о том ли парне, ты хочешь сказать, который так красиво играет на баяне? О нем. Потому что каждый вечер я слушаю звуки этого прекрасного баяна, и мне становится очень печально, когда такие харизматичные, талантливые, яркие люди страдают от одиночества. Ты знаешь, судьба, я везде летаю, я везде бываю, я всех влюбляю. И я приметила одну девушку, очаровательную, с огромным, добрым и одиноким сердцем. Предлагаю их соединить. Меня зовут Катя. По образованию я психолог. По профессии тоже. У меня есть замечательный сын, которому 8 лет. Мое сердце устало биться в одиночестве. И я очень хочу найти свою вторую половинку. Эх, охмурила опять она тебя. Любовь, любовь. А может мне сегодня стать подобрее? Все-таки я расчет. И помочь хотя бы раз в жизни. Знаю, что судьба у творческих людей нелегкая. Помогу я тебе деньгами. А там уж сам решишь, что с ними делать. Когда есть любовь, необязателен расчет. Главное это чувство. Главное душевная гармония. Главное это музыка, которая внутри тебя. Дорогие друзья, ну а здесь нам уже, наверное, делать ничего. Мы оставим ребят вдвоем. Вадим, я ваша давняя поклонница. Мне очень нравится, как вы играете. Тогда я сыграю для нас двоих. Друзья, здравствуйте. Ну и сегодня в этот прекрасный день преддверий сезона лыж и коньков я приехал покататься на самых настоящих фигурных коньках. Правда, я не профессионал, не умею это делать. Но сейчас посмотрим, что из этого получится. И сейчас самое-самое страшное, это выйти на лёд вместе с олимпийскими шемпионами. Дорогие друзья, ну как понимаете, на льду я клещ и коровы. Ну а сейчас мы узнаем, как же встать на коньки и стать настоящим олимпийским чемпионом у настоящих профессионалов. Здравствуйте, Алексей. Скажите, пожалуйста, вот я как начинающий, да, сегодня попробовал покататься на коньках. Не получается. Скажите, вот для таких людей, которые уже старше возрастом, за 30-35, с чего начинать? Старше возрастом, чем кто? Потому что мне 36. А, 36, ну вот не профессионалам. Скажите, вот как вот встать, из чего научиться, вот просто пойти на ледовый каток зимой, покататься? Ну вот просто встать, пойти на ледовый каток и покататься. Универсальных советов нет. Собственно, я уже дал универсальный совет, это просто иметь желание хотя бы что-то сделать. И фигурное катание это сделать, значит, и для себя тоже, не для кого-то. Но я видел, как вы пытались кататься. Я, наверное, бы на тех коньках тоже бы не смог, потому что вы неправильно их назвали. Это настоящие коньки фигурного катания, это настоящие хоккейные коньки. Они отличаются, лезвия отличаются от фигурных, поэтому, наверное, хоккейных и я бы не смог. То есть нужно с подбора коньков все-таки, да, серьезно к этому отнестись? Нет, ну вам же не выступать потом, вы же не приходите, не выбирайте вид спорта. В каком есть у нее? Можно и конькобежные одеть, они вообще отличаются. А на тоненьких лезвиях будете бегать. Ну, раз уж мы заговорили о фигурном катании, то просто прийти, подобрать коньки по размеру, одеть, помучиться, попадать. Но через эти падения, наверное, и случаются дальнейшие победы. Скажите, пожалуйста, секрет успеха Алексея Ягудина? Его абсолютно никакого нет. Нет, если вам кто-то говорит о каком-то секрете успеха, наверное, это какой-то самообман. Потому что мы все настолько индивидуальны, у каждого свой способ подготовки к тому или другому турниру, или вообще просто по жизни. А я люблю, это моя любимая фраза, кто-то любит бананы, кто-то апельсины. Поэтому, как говорила и говорит, продолжает говорить мой великий тренер Татьяна Антонина Тарасова, как говорил ее отец, работать надо, Танюша. Также я Татьяна Антонина, Леша, работать надо и постараться быть на две головы выше других, тогда и результат подтянется. Татьяна, здравствуйте. Очень рада вас видеть в Самаре. Первый вопрос лично посмотрел сегодня на вас. Вот как вам удается, ну, понятно, что держать себя в спортивной форме и так прекрасно выглядеть. Может, вот дадите какой-то такой, знаете, секрет нашим прекрасным женщинам, которые смотрят? Секрет, как говорила Коко Шанель, нет некрасивых женщин. Есть женщины, которые не знают, что они красивые. А я немножко перефразировала. Нет некрасивых женщин, есть ленивые женщины. Поэтому, если женщина любит себя, в первую очередь, и она не позволит себе распускаться и плохо выглядеть. Поэтому, дорогие женщины, нужно, в первую очередь, любить себя. Ну, и, естественно, весь окружающий вас мир и, наверное, любовь. И счастливая женщина, наверное, всегда излучает счастье, красоту и любовь. Я из спортивной семьи. Мама гимнастка, папа лёгкой атлетикой занимался. У меня всяческие, во все виды спорта забирали. Я была очень спортивной, подвижной, смелой девчонкой. Фигурное катание я выбрала, увидев по телевизору Елену Водорезову. Таким образом, вот, благодаря ей. Ну, может быть, кого-то бы другого увидела. Но, наверное, фигурное катание – это моя судьба. Потому что я с детства люблю танцевать. И танец – это моя жизнь. Вот, всё как-то соединилось в одно. В любой сфере, чтобы добиться высот, нужно, конечно же, стремление. Нужна помощь близким. Близких вера в тебя, близких мамы, папы, бабушек, дедушек. Стержень внутренний. Ну, главное, да, чтобы верить в себя в любом направлении, в любой сфере. Ставить цели, мечты, идти к этим целям. Эх, неплохо сегодня поработали. Отлично сработали. Они такие влюблённые. Ну, крепкими оказались их чувства. И даже ты, расчёт, не смог им помешать. Какой брак лучше – по любви или по расчёту? Лучший брак – это брак с головой. То есть, союз любви и расчёта. Расчёт имеет свою цену, а любовь бесценна. Но хоть думай, хоть не думай, сюрпризы судьбы никто не отменял. Если ты хочешь нестандартный и креативный подход к своей рекламной кампании, то тебе к нам, наш телефон студии 972-1102. 7 декабря в КРЦ «Звезда» спектакль «Комедия мужчина на расхват». Будет по-фееричному весело. За помощь в организации съёмок благодарим ресторан «Золотая корона». Мы находимся по адресу улица Старозагора, 130. Где же ты была? 7 декабря, 19.00. Декан на площади имени Кирова. Рустам Ахметов. С программой «Где же ты была?» Специальный гость – Малико. Привет, привет! Если ты хочешь стать «Селе» звездой, чтобы тебя узнавали, тогда к тебе в наш реалити-проект «Селеакадемия ТВ-стар», который будет проходить на телеканале «Скат ТНТ». И не имеющий аналогов на местном телевидении. Условия кастинга и вся информация на сайте ТРА-Дио компании «Скат» или по телефону в Самаре 972-1102. И вамétatsm Kannен. Субтитры создал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ева Т看а. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...